Профсоюз не стоит на месте и прилагает все возможные усилия для развития социальной инфраструктуры, доступной морякам. С этой целью организация привлекает к сотрудничеству иностранных партнеров и вкладывает средства для того, чтобы украинские моряки могли получить дополнительные возможности и привилегии. За последние пять лет в этом направлении удалось достичь значительных результатов, которые уже оценили тысячи членов профсоюза. Так, в сотрудничестве с профсоюзом моряков Японии в мае 2018 года был открыт морской юнион-центр, который предназначен для проведения тренинга и обучения моряков-членов профсоюза. Морской юнион-центр объединяет четыре учебных помещения, которые символично носят названия мировых океанов – Пасифик, Атлантик, Индиан, Арктик. Зал «Атлантик» отведен под совместный образовательный проект с профсоюзом моряков Японии. В рамках проекта члены профсоюза имеют возможность повышать свой уровень владения морским английским языком. Курс был разработан специально для морских специалистов, а обучение проходит в максимально интерактивном формате и с использованием интерактивной панели. Длительность обучения составляет примерно три месяца, что позволяет получить качественный результат за короткий срок. Также предусмотрен ускоренный курс продолжительностью пять дней, предназначенный для моряков, которым надо срочно освежить знания и навыки непосредственно перед рейсом. За время существования проекта более 300 украинских моряков и курсантов значительно улучшили свой английский и стали более привлекательны для работодателей. В конце 2019 года в зале «Индиан» был установлен тренажер виртуальной реальности компании «Оптимум Мэритайм Солюшенс». Данная технология создает эффект полного присутствия на борту судна и дает возможность совершить самостоятельно такие операции, как спуск спасательной шлюпки и плота, запуск аварийного дизельного генератора, крановые операции и многое другое. Такие тренировки полезны каждому моряку, который хочет улучшить свои профессиональные навыки, а для курсантов это уникальная возможность ознакомиться с судовым оборудованием, что является особенно актуальным для тех, кто только собирается на свою первую плавательную практику. Со дня открытия морского юнион-центра здесь было организовано более ста информационных семинаров и практических тренингов, спикерами на которых выступили действующие моряки и специалисты в различных областях. Участие в них приняли порядка 2500 членов профсоюза. Украинская система морского образования и подготовки кадров считается одной из лучших в мире. Однако технологии не стоят на месте, и современные реалии диктуют необходимость повышения качества теоретических знаний молодых моряков. Осуществить это возможно только за счет прохождения подготовки и тренинга на современных тренажерах, что обусловлено требованиями Международной морской организации и Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несения вахты. Особую гордость профсоюза в поддержке молодых моряков представляет собой инвестиционный проект, реализованный совместно с Международным советом морских работодателей и при поддержке Международной федерации транспортников. В 2015 году профсоюз обратился в совет с инициативой выделения средств на обновление учебно-технической базы двух ведущих высших морских учебных заведений страны – Национального университета Одесская морская академия и Херсонской государственной морской академии. В 2016 году началась реализация инвестиционного проекта, в рамках которого Херсонская академия получила грант в размере 2 миллионов 200 тысяч долларов США, а Одесская академия – в размере 600 тысяч долларов США. Средства, выделенные Херсонской академией, были разделены на два транша. Первый был направлен на создание новых лабораторий, а второй – на обновление пожарного полигона и модернизацию водной станции на берегу Днепра. В апреле 2019 года совместный инвестиционный проект был реализован в полном объеме. Средства, выделенные для Национального университета Одесская морская академия, были расходованы на приобретение и установку полномасштабного тренажера-симулятора машинного отделения фирмы «Конгсберг». На нем курсанты имеют возможность оттачивать навыки обращения со всеми системами машинного отделения. Помимо этого, тренажер позволяет будущим механикам, автоматчикам и электрикам отработать действия команды в случае неисправности какой-либо системы. В 2018 году профсоюз вышел на новый уровень сотрудничества с Министерством иностранных дел Украины, что было обусловлено большим количеством обращений от моряков, которые попали в затруднительное положение за рубежом в результате чрезвычайных ситуаций. Как результат, между профсоюзом и Министерством иностранных дел Украины был подписан меморандум о сотрудничестве и основан Морской информационный центр. Центр стал единой платформой для оказания неотложной информационно-консультационной помощи украинским морякам, которые попали в кризисные ситуации за рубежом, а также их близким. В 2019 году Морские информационные центры были открыты в Измаиле и Херсоне. Начиная с дня открытия в июне 2018 года, Морской информационный центр обработал 365 обращений от моряков и их близких, а еще сотни людей получили консультации, что позволило им избежать возможных неприятностей в будущем.